Этот участковый пункт полиции на Чернова-16 знаком каждому местному жителю. Сюда приходят со своими жалобами и молодые, и пожилые. Участковые всегда готовы выслушать о любой проблеме. Рабочий день часто затягивается. Откладывать с делами нельзя. Даже ночью несут службу. О комфортных условиях люди в погонах не успевают задумываться. С ними водой служил, неоднократно посещал участковый пункт полиции, и будучи ответственным, честно говоря, сердце кровью вливалось, какие здесь были условия, и действительно очень жалко участковую полномоченность. Один раз проверял участковый пункт, по-моему, на Димитрова, и как раз присутствовала гражданка на личном приеме, она пришла там, и она так жалела сотрудников полиции, что как они работают, ну вот бедолаги, ну вот посмотрите, я пришла, пол, линолеум задирается, чуть ногу не сломал и так далее. Улучшить бытовые условия помогла республика. Депутаты госсовета встречались и с региональным руководством МВД и Министерства юстиции. Пришли к общему мнению, что необходимо выделить средства на ремонт пунктов полиции. На 23-е годы в рамках госпрограммы было выделено 7 миллионов рублей на несколько муниципалитетов. Два из них предназначались столичному пункту. Да, это муниципальная полномочия, но муниципалитет у нас не справится. И ситуацию надо уже решать в корне, и надо решать как можно быстрее. Здесь, конечно же, в дальнейшем мы работали с Министерством юстиции. Минюст тоже доказывал те цифры, которые нужно, сделали соответствующее распоряжение, и утвердили специальную программу, каким образом муниципалитеты могут средства заложить. Дальше муниципалитеты, которые представили свою программу на конкурс, что-нибудь ремонтировать, заложили средства у себя, это тоже была определенная работа. И теперь здесь светлые кабинеты, новые полы, двери и окна, даже радиатор отопления, проводка, розетки и выключатели – все новое. Опорный пункт не новый, опорный пункт старый. Старое помещение, но мы сделали шикарный ремонт, где будет льготно и комфортно работать нашим полицейским участковым. Всего в городе Сыктывкаре на сегодняшний день 13 опорных пунктов по всему городу. И, конечно же, мы должны создать условия для того, чтобы наши полицейские работали хорошо. В этом году в планах отремонтировать еще два столичных участковых пункта на улицах Малышева и Ломоносова. Проектно-сметная документация на эти объекты уже в работе. Администрация города также рассчитывает на региональную субсидию. Пока эти расходы в бюджете не заложены. Но этот вопрос парламентарии намерены поднять на апрельской сессии.